всем привет этот бренд снова и снова на нашем канале на этот раз это даже не мультиметр помимо того что может измерять способен еще генерировать похожие возможности есть и на этом приборе но здесь уже ценовая категория значительно в несколько раз выше и что из себя представляет данная модель сейчас детально рассмотрим всем приятного просмотра в комплекте поставки идут неплохого качества шупы провода эластичные очень мягкие но не силикон ток коммутации максимум до 10 ампер и длина более одного метра комплекте также руководство пользователя на английском языке где можем видеть все основные технические параметры прибора также видим тестовые зажимы которые можно надевать на шупы аккуратная сумка для хранения транспортировки прибор имеет приятную оранжевую расцветку при этом имеет довольно компактный размер сравнивающийся первой серии прибором но при этом очень высокое качество изготовления достаточно тугой но прогнозируемый ход селектора никаких случайных переключений кнопки пластиковые нет характерного отклика нажатия фонарик с рефлектором отсек для элементов питания открывается похожим способом как на флюке и вмещает три элемента питания стандарта 3а 1,5 вольт защитный чехол сделано из достаточно мягкого материала опорная ножка имеет хорошую фиксацию и есть отличная фиксация на плоскости первое включение прибора видим на дисплее значение overlaid перегрузка или ошибка данной кнопкой можем включать отключать подсветку дисплея яркость подсветки отличная если удерживать нажатой то включается фонарик значок на дисплее функции auto power off говорит о том что если не пользоваться прибором то для защиты и заряда элементов питания прибор уходит автоматические отключения при желании эту функцию можно убрать для этого отключаем прибор удерживаем нажатой данную кнопку и включаем прибор таким образом попадаем в раздел меню где в первую очередь можем убрать эту функцию auto power off авто отключение прибора переводим режим off и теперь сохраняем результат удерживая нажатой данную кнопку и на табло появляется значение save то есть сохранить и как видно теперь значок дисплея исчезает и прибор может работать бесконечно долго вплоть до полного посещения элементов питания но это не единственная настройка в приборе снова заходим и в меню и данной кнопкой можем переключать разные параметры прибора значение backlight которые отвечают за подсветку дисплея подсветка автоматически отключается спустя 30 секунд но если данное значение перевести в off то подсветка также будет гореть бесконечно долго то есть ровно до тех пор пока самостоятельно не отключим следующая функция это flash light то есть работа фонарика фонарик также отключается спустя 30 секунд в автоматическом порядке и переводе значение off фонарик также будет гореть бесконечно долго пока самостоятельно не будем отключать и включать далее идет настройка ограничение по току это может быть либо от 4 до 20 миллиампер либо чтобы создавать ток от 0 до 20 миллиампер данный режим будет полезно для управления различными клапанами вентиляции давление и так далее в том числе и управление мощными тристерами где в качестве базы можно выбрать более подходящий режим генерации тока далее настройка это возможность коммутировать напряжение тоже пригодно теми же клапанами для управления то есть не только просто открыть и закрыть но и управление с релями с фазовым сдвигом или же мощными печами и так далее и в первом случае это возможность генерации от 0 до 10 вольт или как второй вариант от 1 до 5 вольт следующий это режим температуры возможность выбора измерения температуры либо в градусах цельсия или же в градусах фаренгейта далее функции пока толком не разобрал но это кажется настройки из компенсации холодного спая скорее всего если слишком большая разница из-за повода между термопарой и измерителем и в параметрах есть возможность выбора автоподстройки или же эту разницу настраивать в ручном режиме то есть в режиме мануала и в ручном режиме с помощью кнопок вверх вниз можно отрегулировать температуру от минус 10 до плюс 50 градусов цельсия и крайний подраздел меню это типа reset на случай если поменяли настройки можно сделать сброс тем самым восстановить состояние прибора на первоначальные заводские настройки на первых пяти режимах селектора отражается функции мультиметра то есть измерение сигнала хотя центральный режим 24 луп работает как и измерение также и в роли источника сигнала то есть не создает и измеряет одновременно остальных четыре режима на селекторы это уже возможность генерировать разные формы сигнала правильнее говоря создавать определенный ток либо определенное напряжение первом режиме измерения милливольт и при подаче напряжения видим начинается нормальное измерение точность прибора будем проверять с помощью высокоточного блока питания райгал и как видим есть точное дублирование каждого милливольта и точности тоже все совпадает и в пороге выше 10 милливольт прибор снова уходит перегрузу но если вместо шуков установить термопару в данном режиме разумеется соблюдая полярность прибор показывает один микровольт эти измерения прибор берет с воздуха так скажем статику и для перевода в режим измерения температуры нажимаем данную кнопку и прибор начинает измерять температуру и при этом как видим есть стандарт термопары который также можем менять и точность показания измерения напрямую зависит от правильной установки типа термопары а если неизвестно тип термопары то на примере кипения воды с помощью данного прибора можно догадаться по типу применяемой термопары следующий режим позволяет измерять относительно более высокие значения измерения напряжения и следует отметить только измерение постоянного напряжения но зато как видим отличная скорость измерения первые показания измерения начинаются 10 милливольт как видно нет возможности менять диапазон измерения с увеличением напряжения смотрим не накладывается дополнительная погрешность следующий режим это более информативная прозвонка на дисплее показывает он он открытая или закрытая цепочка скорость отклика и в целом качество работы прозвонки не знаю существует ли лучшего чем здесь где видим в том числе и отличную работу на размыкание далее режим измерения токов та же самая цепь коммутации малых токов как на мультиметрах и по точности измерения видим почти схожие параметры как на блоке питания и максимальный ток измерения в данном режиме это чуть более 21 миллиампер следующее очень интересная функция 24 loop это возможность измерять ток и одновременно создавать напряжение на шупах то есть сразу параллельное и последовательное соединение хотя отображается 26 вольт по идее здесь наверное будет 30 вольт если как в нашем случае вместо никель металл гибридных аккумуляторов будем применять как рекомендовано в руководстве с нормальным напряжением алкалиновые батарейки но при замыкании смотрим прибор не выходит из строя срабатывает защита и данная функция то что вместо падения напряжения показывает значение потребления тока далее идет снова интересная функция меняется индикация на дисплее то есть в данном режиме уже прибор будет создавать определенный ток при том что сохраняется все то же самое напряжение на выходе но при этом прибор позволяет предельно четко ограничивать ток нагрузки в данном режиме также можно быстро устанавливать определенные значения по току либо есть еще такой режим где будет автоматически меняться ток то есть интересная функция определенно для тестирования нагрузок особенно приборов с фазовым регулированием ну и как вариант попробовать открывать закрывать резистивную нагрузку в виде освещения с очень плавной регулировкой и на данной функции тоже видим сохраняется то же самое напряжение следующий режим тоже снова работа с токами то же самое управление постоянным током но в данном режиме прибор уже выполняет роль только управляющего потоку в качестве источника питания задается напряжение с блока питания то есть прибор не тратит свою энергию но при этом контролирует цепь коммутации но по точности как видим идеально отражает те же самые показания токи потребления как на блоке питания райгалл и в данном режиме можно в режиме точно дозировать ограничение потоку либо как вариант менять нагрузку из предустановленных установок ступенчатом порядке или же как режим включения отключения и крайное положение автоматическое регулирование даже сколько не регулирование возрастание и убывание тока в автоматическом порядке и самая такая важная функция конкретно для меня в этом приборе это возможность выдавать так скажем точно дозировать малые постоянные напряжения при увеличении напряжения не накладывается дополнительная погрешность в некоторых значениях точь-точь совпадает как на высокоточном 171 от бренда unitrend так как светодиод при тестировании без резистора особенно на более высоком напряжении легко вывести из строя так как светодиоды на телевизорах телефонах фонариках лампочках все они имеют разные технические параметры на данном примере первая лампочка ярко светит при напряжении 3 вольта а этот как видим не придает жизни даже на 4 вольта а на 5 вольт есть совсем тусклое свечение и на более высоком напряжении видим есть нормальное свечение и возможность создавать такое высокое напряжение на шупах это в большей степени редкость чем правило и в данном режиме видим максимальное напряжение чуть более 10 вольт в данном разделе хочется отметить еще более высокую точность особенно полезная функция для работы высокочувствительной базой транзистора все как видим очень точно дублируется показания и самое главное при увлечении не набегает абсолютно никакой погрешности и напряжение в данном режиме можно создавать максимум 110 милливольт и на данном режиме также можно переключаться в раздел температуры правом верхнем углу показания температуры снимается со встроенного термодатчика вот основная строка пока мне не понятно для чего и как это все работает с этой функции попробуем разобраться в комментариях теперь заглянем и в начинку прибора но прежде попробуем сколько только потребляет прибор на 3 вольта прибор как видим не запускается а вот три с половиной нормально запускается но есть очень высокий ток потребления но при этом горит индикатор низкого заряда но это на случай если будем применять в качестве элементов питания никель металл гибридные аккумуляторы с низким напряжением ну а если нормальное напряжение четыре с половиной вольт как питание от 3 нормальных алкалиновых батареек впрочем как и рекомендует производитель то как видим значительно падает ток потребления но и теряется индикатор низкого заряда еще такой тест смотрим потребление тока выключенном состоянии фоновом режиме видно есть утечка тока и на этом режиме как видим более 6 микроамперов тока потребления это не так много но факт что ток потребляет прибор собраны 4 винта очень аккуратная сборка том числе отличная пайка без никаких следов канифолии гнезда шуфов видим закрывается ответной частью и выступающая одна сторона прибора погружается в ответную часть тем самым исключает или минимизирует попадение пыли и грязи во внутрь прибора спасибо всем за просмотр